Развитие системы среднего образования на сельских территориях, в том числе за счет привлечения квалифицированных кадров, одно из приоритетных направлений работы правительства Тверской области. Для реализации поставленных задач в Верхневолжье реализуется большой перечень государственных программ, среди них и земский учитель. Педагоги, прибывшие на работу в сельскую местность, рабочие поселки или города с населением до 50 тысяч человек, имеют возможность получить единовременную компенсационную выплату в размере 1 миллиона рублей. Эти средства выделяют для того, чтобы специалист быстрее освоился на новом месте. Нашему телеканалу удалось записать интервью с Анной Мироновой, которая уехала работать в Неклюдовскую среднюю школу Кимрского района. Учитель рассказала, почему приняла такое решение и каких успехов добилась со своими учениками. Тему продолжит Никита Васильев. Помните, если на пути сибирской армии встречалась река, то что происходило до въютики? То специальные люди быстро строили этот мост. Или воины переплывали на мешках. Об этапах становления сирийского государства пятиклассником Неклюдовской средней школы рассказывает учитель истории Анна Миронова. В учебном заведении педагог работает с сентября этого года. В Кимрский район специалист приехала по программе «Земский учитель». После окончания Новгородского государственного университета Анна долгое время работала в Москве. Трудилась в образовательном центре, где готовила выпускников к поступлению в ВУЗы. Однако после 20 лет жизни в столице решила, что называется, сменить обстановку. И вот почему. Рано или поздно устаешь от жизни в мегаполисе. Доехать час – это вообще не расстояние, это просто не считается. Попасть, я не знаю, допустим, в спортивный какой-то центр – это тоже час, только в другую сторону. Плюс, ну, чего-то ты уже достиг, да, и, ну, уже надоело, да, скажем так, уже, в общем-то, за 20 лет устала. Все это натолкнуло специалиста на мысль вернуться к работе по специальности, к преподавательской деятельности. Как раз в это же время Анна узнала, что в стране начала действовать программа «Земский учитель». С предложением запустить ее в ходе проведения ежегодного послания Федеральному собранию в феврале 2019 года выступил президент страны Владимир Путин. Цель проекта – обеспечение сельских районов и малых городов преподавательскими кадрами. Учителя, попавшие в программу и переехавшие в выборное место работы, получают от государства по 1 миллиону рублей, а переехавшие на Дальний Восток – по 2 миллиона. Чтобы получить эти деньги, нужно пройти конкурсный отбор. Я подала документы. Да, то есть сейчас-то несложно, все это в литерном виде. Вот, это достаточно удобно. Подала документы, прошла конкурсный отбор. Значит, и потом уже поехала знакомиться со школой. Сказать, что в Неклюдовской средней школе Киморского района специалисты ждали, ничего не сказать. Учителей истории в образовательном учреждении не было последние 5 лет. В педагогии этого направления в учебном заведении остро нуждались. Для школы это большая беда, потому что школа занимается военно-патриотическим воспитанием. И, конечно же, историк просто необходим. И кто-то вести уроки истории, он, конечно же, приведет их неполноценно. Сейчас Анна Миронова не только преподает историю для учеников Неклюдовской средней школы, но и занимается классным руководством пятого класса. Одно из заметных преимуществ в работе сельского учителя считает специалист небольшие классы. Есть возможность уделять каждому ученику больше времени. Кроме того, педагог занимается в школе еще одной важной работой. Создает музей, посвященный уроженцам Киморского района, участникам Великой Отечественной войны. О том, что поменяла столичный образ жизни на работу в сельской местности, женщина ничуть не жалеет. Здесь тоже возможностей для развития, для реализации достаточно много. И качество жизни, оно, в общем-то, не хуже, чем в городах. На самом деле плюсов очень много, и экология, и очень красиво кругом. В Киморском районе Анна Миронова хочет остаться на долго и уже строит большие планы. Полученный миллион, рассказывает Анна, она планирует потратить на улучшение жилищных условий. Земля под строительство дома уже приобретена, в скором времени будет возведено и само жилье. По стопам героини нашего сюжета готов пойти еще 31 педагог. Всем им, отмечают в правительстве Тверской области, будет также оказана финансовая и другая поддержка. По мнению губернатора Игоря Руде, необеспечение сельских школ квалифицированными кадрами является важным фактором комплексного развития таких территорий. И несмотря на непростые экономические условия в стране и пандемии коронавируса, было принято решение сумму выплат для педагогов оставить прежней. Размеры единовременной компенсационной выплаты составят 1 миллион рублей. В текущем году она будет предоставлена 11 учителям по результатам конкурсного отбора. В 2021-2022 годах выплату смогут получить еще 20 педагогов. В ближайшие два года на предоставление выплат Тверской области из федерального бюджета будет направлено более 26 миллионов рублей. А софинансирование со стороны региона составит почти 5 миллионов. Среди условий участия в программе наличие соответствующего образования, готовность не менее 5 лет работать в школе, включенной в реестр образовательных организаций. Возраст претендента не более 55 лет. Чтобы оставить заявку на участие в программе «Земский учитель», надо зайти на сайт программы «Сельский учитель», зарегистрироваться на нем и выбрать подходящую вакансию в любом уголке страны, независимо от вашего фактического места проживания. В каждой вакансии имеется описание работы, количество учебных часов и перечень условий. После подтверждения согласия претендент будет внесен в базу данных, как соискатель вакансии. Если претендентов несколько, проводится конкурсный отбор по усмотрению администрации учреждения, подавшего заявку. В случае одобрения на вашу почту будет выслано письмо с подтверждением вакансии. И, возможно, в ближайшее время ваша жизнь сильно изменится.